Продолжение следует... Продолжение следует... Не, ну это, конечно, плохо, слушайте. Военные действия, они всегда плохо. Ну, то, что у нас сосед, страна идиотов на 95%. Ну, как так можно оскорблять целую страну? У вас вообще какая-то культура есть? Вот вы откуда вообще сами? Скажите. Я из Чернигов. Откуда? Из Чернигов. Из Чернигова. Ну, Чернигов же старый русский город. Как вы можете вот так вот некрасиво выражать? Он русский, но не московский. Нет, так я именно русский имею в виду. Я вот тоже не с Москвы. Я вот имею в виду чисто русский город. Русские люди, они, как правило, культура. Ну, правильно. Вы же русский человек? Нет, я украинец. Ну, вы со мной на русском языке разговариваете. Я свободно разговариваю на русском, на украинском. Ну, а если я свободно разговариваю на английском, это значит, что я англичанин? Нет. Нет. У меня, я по национальности украинец. А как вы определили это? Вот как вот, давайте представим, мы сидим где-нибудь... Там, где я родился. Я родился в Украине. В Черкасской области. Хорошо. Я украинец. А я родился в Таджикистане. Это значит, я таджик? Я не знаю, что у вас там в паспорте писали. Не, ну, мне интересно. А у вас тоже в паспорте не пишут? У вас в свидетельстве о рождении пишут национальности. Правильно. Я украинец. В свидетельстве о рождении. А, то есть, мама украинка, папа украинец, и вы украинец. Да. Понятно. Понятно. А по-русски хорошо? Дети у меня украинцы тоже. А по-русски хорошо? Жена у меня украинка. А когда вы жену выбирали, вы тоже смотрели, чтобы украинка была? Нет. А как? Это было до войны. Не, ну, а как вы выбирали ее? Я выбирал по своей идентичности. Я имею в виду в том плане, чтобы мне она подходила морально и психологически. О, а где вы ее искали? Ну, я проживал на то время в Киеве, а ездил в командировку в Житомир, я с ней там познакомился, и через некоторое время мы женились. Хотя я проживал на тот момент уже в Черниговской области. Ну, она тоже украинка. Да. О, понятно. Слушайте, а вот у меня, если вот... У меня жена, кстати, тоже украинка, да? Тогда дети у меня кто, получается? Как вы в паспорте запишите? Нет, вы не думайте, что у меня какая-то конкретная агрессия к россиянам. Есть много адекватных нормальных россиян. С ними приятно поговорить, они адекватно все воспринимают. Я ничего своего не навязываю. Ну, просто, ну, как бы, я проживал на территории Украины, я женился на Украинке. Нет, вы просто в самом начале разговора сказали, что у вас... Ну, вы видите, что я, допустим, довольно-таки свободно, я считаю, что я общаюсь на русском языке. Нет, вы просто в самом начале разговора сказали, что у вас... У меня родители военные, я военный, и то есть я всю свою жизнь катаюсь по военным городкам, и там не всегда, ну, украинский воспринимали, не всегда точно так же меня воспринимали в школе, когда мне говорили, я Кацап, и я украинец. То есть, подождите, вам украинцы говорили, что вы Кацап? Понимаете, разные области, разные языки общения. То есть, как Днепропетровская, к примеру, область, и Черкасская. Вот я в Днепропетровской области разговаривал, грубо говоря, на русском языке. Приехал в Черкассскую, там все разговаривают на украинском. Потом опять переехал в Чернинскую, там тоже разговаривают на русском. Из-за этого я свободно владею русским языком и украинским. Не, я понял. Но у вас вот, когда вы путешествовали там по долгу службы, да, вы же военный говорите. По долгу службы, когда путешествовали, вас в западных областях Кацапом называли? Нет. Ну вы только что мне сами это сказали. Слово за то время, что я служу, меня Кацапом называли, я разговаривал свободно на русском языке. Ну вы же мне только что сами это сказали. Понимаете, у меня такая психология общения, то что если человек со мной разговаривает на русском, я с ним разговариваю на русском. Если человек на земной сполкуется на украинском языке, я, знаете, сполкуется на украинском языке. Не, ну вот это вот правильно. И для меня вот этот щелчок перехода, у меня его нет. Я автоматически отвечаю на том языке, на котором меня человек понимает. Ну вот вы прекрасно понимаете, что язык создан для общения у людей, то есть чтобы друг друга прекрасно понимали. А вот некоторые ваши сограждане, сородичи, соотечественники, или как хотите назовите, они почему-то пытаются со мной разговаривать на украинском языке демонстративно. Как только появляются, и я спрашиваю, говорю, можете на русском языке говорить? Нет, а я могу объяснить это все. Дайте я закончу, дайте я закончу. Я их прошу, говорю, перейдите, пожалуйста, на русский язык, говорю, потому что не понимаю украинский. Они говорят, а мне не сподобится сполкуваться с российской мовой. То есть вот так вот. То есть удивительно, знаете, вот я из Таджикистана, и какой-то там мне, ну извините, конечно, за выражение, селюк начинает на своей мове балакать только потому, что он не хочет на русском говорить. Нет, никогда не делать ошибку, называть украинцев селюками. Не, ну, не, не, не. Это есть большая ошибка россиян. Я не украинский. Меня так обзывали, когда я пришел с украинской школы. Я пришел в восьмом классе в русскую язычную школу полностью. То есть школа военных, ну, грубо говоря, в военном поселке. В какой стране? В какой стране? В Украине. А, хорошо. И что? И когда меня обзывали селюком, а потом все вот эти вот упыри, которые меня называли селюком, резко перешли сначала в полномасштабное отражение на украинский язык, а говорю, а теперь вы мне расскажите, кто из нас селюк. Я говорю, кто из нас быдло, а кто из вас не быдло. Потому что я говорю, свободно владею минимум двумя языками, я на них свободно пишу, и я на них свободно разговариваю. И я перехожу буквально за долю секунды, то есть я слышу человеку, как легче меня воспринимать, я свободно разговариваю на русском, я свободно разговариваю на украинском. И для этого мне не нужно, блин, там, три дня переходить, блядь, с языка на язык. Я вообще не представляю, кто переходит три дня. Сгновы на язык. Ну, говорю, если вы теперь мне хотите сказать, что я был тогда недалекий, так я вам говорю, объясняю. Недалекие были тогда вы. Не, ну, понимать... Давайте по очереди говорить. Так вот, смотрите, то есть вы мне сейчас только что рассказали, то в некоторых областях, по службе, где вы путешествовали, вас в некоторых областях называли кацапами, а когда вы были маленькими, мы пришли в русскую школу, в русскоязычную школу, вот у вас называли силиком, то есть у вас получается как? Опять же, украинцы обзывают украинцев... Нет, так я это никогда не воспринимал, это все всерьез. Не, ну, украинцы получали... У меня всегда была своя точка зрения, я всегда ее оставил. Нет, так получается, что украинцы обзывали украинцев, так получается. Ну, всякое бывало. О, понятно. Точно так же меня, я же вам говорю, точно так меня дразнили кацапом в украинской говорящей школе. А когда вы... В украинской школе... А в России, когда вы были с родителями, в России, когда вы были, вас обзывали, ну, как, хохлом, например, или как? Да, хотя у меня практически... Ну, мне сделали были комплименты, когда-то у вас работал на Финском заливе, в Питере, под Питером. Из того, как я ехал, только я общался на русском языке. Меня приехал встречать водитель, и мы ехали, ну, общались. Он говорит, у тебя практически нет акцента. Не, ну, на самом деле... Ну, я не знаю, как вам это слышно, мне свой голос не слышно. Не-не-не, у вас акцента нет, у вас есть, там, скажем, произношение в зависимости от территории. То есть, у вас слышно, что в украинском языке... Да, он говорит, откуда ты знаешь русский язык? Ну, а русский у вас прекрасно... Я приехал выбирать там, ну, украинцев, которые постоянно разваривают по-украинству. Прямо я свободно владею тем и тем языком. Не, ну, это же нормально. Я говорю, Вильнюс спелкуешь на украинском языке, я Вильнюс спелкуешь на российском языке. Слушайте, а вот сейчас идет риторика такая, что вот многие здесь в рулетке, опять же, я не говорю все украинцы, но многие здесь в рулетке, ну, которые со мной начинают спелковаться, случайно, соловьиную мову, они говорят, что хотят русский язык забыть. Говорят, нам этот язык не нужен. Как вы вот к этому относитесь, вот к этому новому нарративу? Ну, я к этому отношусь нормально, потому что многие люди, из которых, ну, я вот, допустим, захожу пообщаться, узнать точку зрения другой стороны. Я тут ни конфликтов, мне, ну, честно, не интересно. Я уже в этих конфликтах участвую с 14-го года, к сожалению, блин, и я не живу ни с семьей, сейчас не... Я исполняю свою функциональную обязанность в рубаве. Ну, я понял, на вопрос мой ответ. Ну, и люди сейчас просто-напросто принципиально перешли на украинский язык, даже русскоговорящие, которые, ну, на русском языке сообщались. И они не хотят разговаривать просто русским языком из-за того, что у них, допустим, погибли кто-то из родственников, кого-то запытали, кого-то, ну... Подождите, 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 подождите. Запытали вы имеете в виду, спросили или что? Что вы говорите? Вы сказали, кого-то запытали. Запытали это спросили на украинском языке или как? Запытали, да, спросили. Так вот, смотрите сюда. Опять же, вы знаете и русский, и украинский, да? Вот те, которые сюда заходят и хотят только на украинском разговаривать. Мне что делать в данной ситуации? Мне напрягаться и пытаться их понять, отвечая им на русском языке? Либо мне... Ну, смотрите. Подождите, я закончу, не торопитесь, я не ухожу. Мне либо напрячься и попытаться их понять и отвечать на русском языке, либо мне просто перейти либо на таджикский, либо на английский. Тогда у нас будет хороший разговор. Вот как вы думаете, что я должен делать в данной ситуации? Лично мой совет. Вот смотрите, ну, к примеру, я, когда попадаюсь к собеседнику, да, я говорю, доброго вечера. То есть я сразу, там, VPN, там, всю эту фигню, я сразу включаю, ну, имеется в виду, что оно сразу заключается. Потому что я разговариваю на украинском языке. То есть вы уже знаете национальность своего собеседника. Подождите, у нас тоже говорят... Ну, дальше я вижу. Дальше я когда слышу, о чем разговаривает мой собеседник, я в том плане, что на куме языке она разговаривает, я перехожу уже на соответствующий язык. Не, ну, если вы говорите... Подождите, подождите. Вдыхайте хотя бы воздух. Потому что я пытаюсь говорить, у вас как речь течет прямая. Так вот, когда вы говорите добрый вечер, по-русски это тоже добрый вечер. Мы тоже когда встречаемся, говорим добрый вечер, или добрый день, или доброе утро. И вымывание. Доброго вечера, я скажу. Ну, хорошо. То есть вы меня понимаете, даже если вы русскоговорящий человек. Ну, если добрый вечер, то каким бы вы акцентом это не сказали, он из-за этого утром не становится. Доброго вечера. Ну, правильно. Если вы сказали доброго вечера, это значит добрый вечер, это не злое утро, понимаете? То есть вы, оно как... Наголосы. Наголосы. Так вот, что мне делать, когда человек начинает со мной, принципиально разговаривать, принципиально разговаривать на украинском языке? Что мне делать в этом контексте? Просто переключиться или обозвать? Да, ничего не делать. Ну, а как? Он, значит, сразу в ней от него настроен, если он, допустим, понимает то, что вы плохо понимаете русский язык, либо переходите на другой язык, ну, это элементарно, просто-напросто. Либо просто-напросто переключайте, и все. Потому что там, как правило, сейчас очень много негативных настроек, потому что, я говорю, много людей пережили несчастье, и многие просто заходят порваться от такого. Понятно. Слушайте, я вот сегодня вопрос, я не знаю, вы политику обсуждаете, нет, просто вот сегодня смотрел, что ваш президент посетил Польшу с дружеским визитом. Меня вот две вещи смутили, вот честно. Одна вещь, то, что вот показали по одному из ваших каналов, что он ехал там на таком помпезном вагоне, обалденном вагоне, в таком помпезном, знаете, там кабинетик, там чуть ли не все в золоте, и когда он приехал в президентскую резиденцию, этого Дуды, да, тоже на Мерседесе хорошем, с женой, жена одета. На Ауди. Жена одета хорошо, а он вышел как вот... Да, говорю, на Ауди. Ауди была, да, или Мерседес? На Ауди. Ну, а восьмая бронировалась. Ну, хорошая машина была. А он вышел как... Ну, как-то, не как президент одетый. То есть, жена одета как президент, а он вышел как... Дресс-код, я понял, я понял, о чем вы говорите. Да, смысл, смысл в этом такой. Наш президент сказал, что я не буду одеваться вот эти все пиджаки, выряжаться вот эти все нюансы. У нас в стране идет война, я одеваюсь так неудобно, я буду так одеваться, и я никого не буду за это ругать. А он, подождите, подождите, подождите. А он из окопов не вылазит, поэтому он так, или смысл какой, если он... А вы видели, что он был и в Папу, он везде ездил. Я понял, я понял. Ну, просто он основную время, основную часть времени проводит в Киеве, правильно? И основную часть времени он проводит в цивильном месте, То есть, сейчас с политиками он не меняет свой имидж, вы заметили? Да, да, да. Он проводит время в месте, где не надо перебежками туда-сюда бегать. То есть, там можно ходить спокойно, если вот сравнение провести... Нет, он сказал... Он изначально сказал. Если провести сравнение, возьмем президента Сирии и Башара Асада, к примеру, там война уже 11 лет идет, 12. И он всегда одетый с иголочки. Президент воюющей страны. Понимаете? Он у нас президент. Он имеет право одеваться так, как он хочет. Для этого есть демократия. Есть, есть. Но президент, он, конечно, но президент представляет вас. Он представляет государство Украина. Просто у зарубежных может сложиться мнение, у зарубежных зрителей, и все может сложиться, что у вас такое... А вы видите, что у них такое мнение не сложилось? Что у вас национальный этикет ходить вот так вот, ну как... Нет, нет, такого нет. Нет, да. Нет. Такого нет. А скажите мне, пожалуйста, когда, к примеру, ну наведите мне пример, может, я чего-то не знаю. Да, да, да. Когда журналистка, могла сказать, я хотел бы вас обнять в США. Ага. И он подошел, говорю, а почему нет? Он вышел и обнял просто обычную журналисту, без охраны, без ничего. Обнял обычную журналисту. Ну и что это говорит? То есть сказал, ну, похлопал ее по плечу и сказал, спасибо вам большое, что вы такие есть. И пошел дальше, ну, в это время официальной пресс-конференции. Все аплодировали. А если бы к нему бездомный подошел, спросил бы, можно обнять, он бы его обнял? Я не знаю. Ну, а вы как считаете? Я не президент. Ну, вообще вот. Подошел бы бездомный. Ну, он это сделал. А, куда? Господа. Господа. Принимаешь па дежур. Господа. Подайте что-нибудь бывшему депутату бывшей кадетской фракции бывшей государственной думы. Дома.